Там как бы знали, за что воюют, за мир. А здесь сейчас непонятно, за что. Это независимый уличный опрос 7 на 7 из регионов России. Подпишись, чтобы понимать, что на самом деле происходит в стране. Как вам кажется, стоит ли опасаться тех людей, которые приходят из зоны боевых действий? Возможно, но я не думала об этом так серьезно. Скорее нет, чем да. Зачем? Почему? Нет. Наоборот, надо гордиться этим. Я не считаю, что поводы для этого есть. Я думаю, что нет. Надо просто относиться к ним, как к обычным людям. Если он был человеком, он человеком и останется. Я помню в Афганистане, когда возвращались ребята, я их опасалась. Реально психика нарушена, и это есть, и это будет. И ребята возвращаются такие. Им нужна будет психологическая помощь, скажем так. Опасаться всегда надо. Люди-то разные. Ну, чем опасно там? Потому что у них нервная система очень подвержена. Поэтому могут такие быть. Невозможно всех собрать в одну кучу. Для кого-то это огромный стресс, для кого-то это обыденное дело, как в большинстве случаев для военных людей, которые к этому морально подготовлены. Для кого-то это отразится на психике, для кого-то на ком-то нет. Все это индивидуально, я считаю. Да, опасность есть. Это дело серьезное, потому что я, как связанный с психиатрией, знаю, что психические расстройства обязательно будут у участников боевых действий. Но надо относиться к ним с пониманием. Но ребята, которые приезжали из Афганистана, у них вся психика была нарушена. Понимаете, очень трудно адаптироваться уже в настоящее время. И поэтому очень сложно сказать. Зависит от индивидуальности. Я думаю, нет повода. Наоборот, они уже выходят оттуда по понявшему, что такое жизнь, что такое родина, что такое семья, что такое государство и все остальное. Я сама медик. Да, конечно, им нужна реабилитация. Это однозначно. Опасаться их не следует, но надо, чтобы наше государство их поддерживало. И в этом отношении тоже. Они оттуда приходят. Ну, будем так говорить, с нарушенной психикой, конечно. Потому что война – это есть война. Как бы там ее ни называли. Нормальная ли ситуация, когда ветераны СВО имеют поступление в суде, например, при рассмотрении каких-то дел, и дети имеют право в год при поступлении? Конечно. У меня у подруги муж там на службе, он офицер. И дети в лагерь съездили в этом году. Я считаю, что, конечно, нужно помогать им. А не должны быть люди, рисковали своей жизнью? Это для меня очень сложный вопрос. Я не могу на него ответить. Я предназначен положительный. То есть у меня всякие сомнения нужны льготы. Ветераны, они СВО, как говорится, воевали, заслужили СВО. Мы по телевизору слышим рекламу, и очень много льгот, на самом деле, государство их поддерживает. И это правильно. И это правильно. Их дети точно это заслужили, так как их родители рисковали своей жизнью. И я считаю, это достойно. Даже этого недостаточно, потому что они все рискуют жизнь. Ребята уходят молодые, остаются дети, жена не работает, ипотека у людей, понимаете, кредиты. Вот как человеку вообще выжить в такой ситуации? Я считаю, что льготы обязательно надо давать. Считаю, что это правильно. Потому что, вы знаете, не все, может быть, из них хорошо учатся. Им надо давать возможность себя как-то проявить. А если наше государство не поможет, то это плохо. Чем-то их надо все равно выделять. Чем-то страна обязана их благодарить. За то, что они защищают население, родных, близких. И плюс ко всему, в целом народ. Можно ли сравнивать ветеранов Великой Отечественной войны и нынешних ветеранов специальной военной операции? Думаю, можно, да. И одни и другие воевали за нашу страну. Участие в справедливой войне. Ну, наверное, да. Это подвиг. Это в любом случае. Там убивают, там убивают. Все одинаково. Я думаю, это совсем разные вещи. Жизнью рисковали те, жизнью рискуют эти. Ну, все другое. Страна другая, люди другие. Как бы сложно в прямой сравниваться. Ну, мне кажется, да. Проблема-то, по сути, одна и та же, можно все-таки сказать, наверное. Поэтому я считаю, что да, их можно сопоставить наравне. Думаю, что да, конечно, война. Все-таки и та война, и сейчас война идет. Однозначно может. Разное время же, понимаете. То одно было, а сейчас совершенно другое. Общего, наверное, нет. Потому что сейчас времена изменились. И война совершенно другая. Но то, что они заслуживают уважения, я в этом не сомневаюсь. Потому что люди идут, ну, пусть, может быть, не все добровольно. Но так как наше правительство решило эту спецоперацию продолжать, то тут другого мнения нет. Очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что, ну, однозначно конфликты военные очень тяжело сравнить в плане масштаба, в плане самой идеи. Поэтому, ну, я бы сказал, что это скорее разные вещи. Досмотрел до конца? Поставь лайк, чтобы голос регионов услышали.